Один из участников совещания, Сергей Лавров, вышел затем к журналистам. Спрашивали в том числе об Украине. Глава МИДа сообщил, что пока не планируется встреча лидеров нормандской четверки. После февральских переговоров в Минске они лишь созванивались. Предложение встретиться на высшем уровне пока никто не выдвигал, уточнил Лавров. При этом на ближайший понедельник запланирован разговор в трехстороннем формате. Ангела Меркель, Франсуа Алланты и Петр Порошенко. По словам главы российской дипломатии, есть надежда, что беседа будет воспитательной. Рассчитываем, что в 24 августа, когда встретятся канцлер ФРГ, президент Франции и президент Украины, Германия и Франция, как гаранты выполнения Минских договоренностей, сделают все, чтобы обеспечить их безусловное исполнение. Это будет не бесполезно, учитывая, что 26 августа, через два дня после Берлинского трехстороннего саммита, состоится очередное заседание контактной группы, ну, по крайней мере, намечено, очередное заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп. Для нас очевидна необходимость оказания дополнительного воздействия на Киев, чтобы убедить его в том, что договоренности и обязательства, которые были приняты в Минске 12 февраля, нужно выполнять. А уже завтра в Берлине соберутся эксперты от стран нормандского формата. О такой встрече разговаривали по телефону министра иностранных дел России и Германии в этот понедельник. Одна из целей – побудить украинскую сторону выполнять политическую часть минского плана. В преддверии консультации из Киева пришло заявление, которое Сергей Лавров прокомментировал отдельно. Меня удивило заявление украинского Министерства иностранных дел, в котором сказано, не ручаюсь за точность цитаты, что-то вроде того, что эксперты собираются для того, чтобы растолковать российским представителям то, что приняты Верховной Радой предложения Порошенко об изменениях в Конституцию, соответствуют минским договоренностям. И дальше было сказано что-то вроде того, что сами эти изменения – это прерогатива украинского государства, никто не может в них каким-то образом вмешиваться, поэтому неправильная интерпретация российской стороны минских договоренностей не должна приниматься во внимание. Это, конечно, полная безграмотность дипломатическая, потому что минские соглашения доступны, они не являются какой-то билетристикой, их одобрил Совет Безопасности, он своей резолюцией, поэтому они обязательно к исполнению.